в общем папу все пытаю вытащить из кухни все и покрасить пока жара отцовский думает еще он хочет снять вот это вот папа у нас тут покрыто пап в общем двп мы покрыли и сразу жалеет потому что она скрипит страшно вот ну ему не нравится это у нас пол постелен хороший снятие тдвп уже вот отсюда убрать а ну по я но никуда не пропадет она пойдет у нас обшивать гараж до с этой стороны и просто полно два раза покрасить все не знаю когда папка еще у нас зрители многие пишут конечно там и что чё вы столько дел делаете занимаетесь свадьбой вы понимаете почему мы так торопимся у васи мама сильно болеет ну прям сильно болеет он хочет поехать проведем свадьбу и байса хочет поехать к маме один раз съездил уже и все не терпешка у него поэтому если все хорошо мы хотим максимально побольше сделать за это время до свадьбы чуть-чуть после свадьбы пап скажи я правду говорю а то я разговариваю они между собой то ну в общем вы поняли мою мысль что почему мы торопимся целыми днями мы тут конечно ничего не успеем хочется побольше сделать и все-таки поехать на море алина очень хочет алина прям мама когда уже она поедет сразу после свадьбы поехали сразу на украину хочет к бабушке тоже как-то алина дарина как-то они постарше они помнят это путешествие они хотят а младшие не очень у них нет такой тяги то что маленькие может быть а вот у алины и дарины алина особенно часто хочет поехать вот конечно думали поедем не поедем ну оставим молодоженов одних потому чтоб они ничего не делали чисто за хозяйством а мы тут сколько сможем столько сделаем поэтому и торопимся ну и молодые не против помогают то что понимают что лето вот все я включила уже плитку сегодня у нас каша с утра было маленько осталось картошку круглую я делала вкусно такая получилось даже день хорошо поели и вот сейчас нам на вечер поужинать картошку с этом в духовке сделаю с курицей тут две грудки буду мы каждому по кусочке хватит ничего не покупала то что я надеюсь что мы все-таки покрасим чтобы не пропал или продукты вот не покупаю пока ничего буду готовить успела картошку перемешать курицу там все замариновать вспомнила забыла еще сказать по идее надо бы молодоженов отправить путешествие свадебное но настя как бы в положении она не поедет не будет рисковать вот а дима только на работу устроился тоже не хочет работу терять не не второй ну не знаю сколько ну в общем мы знаете есть такой анекдот и пошли один человек там уехал в отпуска весь коллектив отдохнул таки у нас будет весь табор наш уедет а молодожены останутся не считаю что это тоже хорошо да ну только что хозяйство останется курда огород но мы почти все сделали пропололи окучили все тут в порядок приведем и уедем поэтому поедем путешествие мы а молодожены на хозяйстве вот так но это еще точно не точно да пап точно не точно но мы так планируем мы поэтому торопимся ой девчонки тут обливаются мокрые обе дариночка переодевайся говорите иди ты так и нельзя девочки в мокрые ходить иди быстренько переоденься это тебе наказание было замочила я этот коврик наш девчонки должны тут все и израсходовать израсходовали все в общем отец сказал все израсходовать и внутри помыть у нас там спрашивают чем красили нитро по металлу белое все я вот спросила в общем сейчас девчонки будут мыть воду израсходует и все у меня пока курица с картошкой ждут когда духовка нагреется пойду что-нибудь муж попалю а ты не хотела иди доченька нельзя чтобы лавочки были мокрые у меня здесь все сухо сверху пока мокро я только футболочка мокренькая ты деловая ее полностью облила сама ходишь сухая она мне говорит давай с ковша поливать я долго не думаю сверху ее полила дочи дочи а что тепло на улице угу ладно тебя побрызгай даринчика сейчас ты как они не разольются я боюсь что они льются а то возьмите бутылочки дарина с женечкой собрались гулять идите попрызгай поедут на стадион Саня не хочет у нас мошки так много капец в новогороде прям вообще ну не выйти не зайти да даже у деда у нас обычно никогда не бывает знаете где вот ну здесь вот около дома в огороде ладно на улице тоже сейчас даже в доме мошка съедает ай отпусти его ты видишь он на дверные ножки не может поставить на ближайку побрызгать я ее побрызгала уже вода еле бежит никак не могут разобраться а а где в твоей сумке где-то была арбузная жвачка где она а подожди откуда ты знаешь что у меня в сумке арбузная жвачка была помнишь мы покупали ну они же везет или мы не покупали покупали ну где где бутылка смотри он где в клёк мам надо мне заплетаться зачем все красивые девочки так ходят ну а где чего жвачка жвачка это моя жвачка тебе че надо от моей жвачки скажи мне ага можно я возьму себе хоть там там пачку о вылеч где ты взяла там стояла не трогай ну хоть пачку жвачки так у меня есть только одна пачка но не для тебя поставь иди в баню ну хоть половинку отцепись от меня ну по чужим сумкам лазить нельзя а я не пойду домой я с Томкой нянчусь я послежу сейчас за ней меня домой не пускают уси как у эльфа кузеньки уси как у эльфа да уси как у эльфа ты рада что мы тебя обстригли? да отрастут волосы ну правда лето тяжело так с длинными волосами вечно их помоем они долго сохнут ну хорошо красиво потом дам потом дам девчонки сегодня весь день тут ели сейчас буду тут прибираться куда посуда а? угу 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 так Женечка вытирай все хорошенько вытирай учитесь помогать вот Сашенька уже пылесосит Сашенька пылесосит сашенька пылесосит детскую зал а Женечка остальные все почему по три комнаты же все давай 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 пылесосит все таки все таки Алиночка съездила и нашла торт наполеон и одна его ест больше никого не ест ты и как жарко на улице а? получим будем спать с открытыми окнами доча ты смотрела прогноз погоды на 3 июля 32 ночью 24 градуса прикинь и чё шортах пойдем день рождения хотела свадьбу отмечать нет нет конечно ты чё на даже яблоки не успели там вырасти мужиков уже покормили так уже ходим нити они там дырку дополнительную сделали то что там капала просушиваю что вы делать собираетесь опять понятно так папуль я думаю может это бассейн опять наполнить он с утра будет греться хорошо да и под этот надо что-то постелить они там прыгают это и прикинь они на там тоненькая штучка тома ты чё опять грязно уходишь викторию зеленую ешь ну нет смородину чёрную а ну ты ничего ну и коряшин гусеницу съела мне я говорю подумаешь здесь я и буду ой капец главное не знаешь что там гусеницу съела даже не поняла что гусеницу съела даже не поняла что гусеницу съела выключай утром наберешь сейчас это все равно воды нету лица пустая будут открытым все был хоть кто-нибудь на стадионе хочу так рано приехали я думаю подолго погуляете не буду сегодня тестировать пусть так лежит с утра-завтра машинку надо подключать или уже подключила тет что ли что не поняла сейчас прошу подержи и подключить если чё вечером постираю переговаривают ой больно мне тапочки одень только не в калошах иди такая же рано ходит в калошах уже в огородке дело кот ты чё га ягоду пособирала да чё-то никто ничего не продаёт клубнику я жду жду когда подслушана что-нибудь там напишет кто-нибудь да еще рановато маленько ну она только среть начала кот взяли мне тумбочку замарали всю какую звездку надо оттирать ну будешь оттирать папка сказал завтра тут постелят с Димкой и большой бассейн поставят я буду там как это выбросила какой-то есть ролик такой эту дельфин и русалка русская свинка там будет и мамки там еще не хватает религионка алинка там фотографировала девчонок а у меня никогда нету блин памяти чтоб их ау, чё на ухо мне повешил ой напугал кота это в стиралке протянули сейчас стираться буду Димке нам надо футболку постирать на работу хороший, ты ела он очень вкусный, замаралась это вот я так абрикос ела вся замаралась так, папа у нас до сих пор успокоиться не может все-таки поставил обратно но еще ничего не подключал, что-то там делают не знаю, что мы брали мы сушилку, потому что завтра приедут окно ставить, мы будем все отсюда убирать, нам надо будет отодвинуть шкаф этот будет мешать, но это завтра вот давай покрасим, не дает красить они мне машинку стиральную устанавливают, подключают да, потому что мне нужно постираться, надо Димину рабочую футболку постирать ну все равно в общем стираться надо сейчас я вершу ау можно запускать машинку футболку футболку на сумму 3000 рублей я не поняла нет, они фамилию называют у стецкого человека мне вот тоже фамилия прям знакомая я вообще знакомая и мне тоже вот его, кстати, называли когда звонили вот, я говорю, нет, не подтверждаю они такие подожди, пап ну там начали вопросы задавать, что вот карта при вас сейчас или может быть вы кому-то потеряли ее или дали я говорю, нет может быть пин-код знают ваши родственники или соседи или друзья я говорю, нет, никому один в один как мне звонили говорили ну, потом такие что они еще вы можете рассказать примерно на какую сумму последний раз совершали покупку точно не надо примерно там ну тысячу больше тысячи точно не надо называть нет, слушай хочу сказать голос приятный скажи, да никакой там не хрипит ну я, короче, хотела с ними еще поговорить поговорить потом хотела их послать а мамка такая пробежала она вас разводит лохи а нет а я такая говорю Настя, будут звонить и скажут там ну, что с вашей карты три тысячи перевели я к дочке устрою истерику верните мне деньги верните я как жить буду интересно если ты начнешь вот истерику эту как он будет оправдываться что это вот верните мне деньги мне жить не на чеках я буду жить ну и, короче отключилась и они потом еще с шести разных номеров звонят ну мы ждем ждем никто не звонит чтобы Настя устроила им концерт не, ну правда если ты будешь с них денег требовать а на что мне теперь жить на что начать там реветь там все такое на самом деле это конечно вообще аааааа мама А я сижу и смотрю Он сел на руку И она руку туда трогает Прикиньте, мне прям вот сюда Муха, да? Ну, большая Камеру я ведь не бросила Кормилицу нашу В общем Правда, это вообще не смешно Ладно, мы знаем Мы понимаем, что они прям Такие настойчивые Мне вот звонят каждый день И вот они говорят, если вы сейчас карту не проверите Мы вам ее заблокируем Я говорю, блокируйте Трубку не бросайте, мы вам точно сейчас заблокируем Я говорю, да блокируйте вы мне карту, блокируйте Ну и все, и трубку бросаю А ведь на самом деле, когда мне впервые начали звонить У меня ведь червоточинка Я побежала проверять карты Я тебя услышала Потому что я только-только посмотрела Когда это только началось Я только посмотрела историю девушки Из Красноярска, блогерши Она тоже ей звонили так И я слышала, что ты там карты, карты, что-то там Я подхожу, говорю, не смей называть номер карты А они просят потом После разговора вот так вот втираются в доверие Что вот там Мы там такая-то, такие-то, такие-то И просят назвать номер карты А естественно, если ты называешь номер карты Ну да, ну и в общем вот так вот Они вот все говорят Он такой убедительный Он мне все говорит Я побежала, карты давай проверю Думаю, может действительно я Может быть и правда что-то там случилось с ними Ну и вот правда Ну все равно я, конечно Думала, ладно, я лучше утром пойду к нам в Сбербанк И проверю, что там это Говорю все, я уже уверена стала говорить Ладно, блокируйте все, блокируйте Потом звонили еще типа с мегафона Что у меня как будто как Накопились бонусы 2000 рублей Но там хотели чисто мне втюхать Лекарства для похудения Да, короче Да, с аптеки там Типа какие-то там пояса Какие-то там это Вот чтобы 50% типа они списывают А 50% я должна оплатить Ну и в общем вот так вот Где они берут номера телефонов Это вообще, я не знаю Но на самом деле люди ведь Смотрю новости, смотрю, что теряют И 90% Девушка одна там Девушка, симпатичная, молодая Семь тысяч у нее это Вот так вот убедили Ну нас Ну вот они говорят номер карты, скажите Потом они Типа давайте проверим, что это действительно ваша карта Сейчас произведем пин-код Ты говоришь пин-код Вот все, они сдали деньги Ну понятно Ну в общем на вот такой Не очень Ну мы конечно тут похохотали над ним И всякое разное Ну вообще это да Это очень смешно Это страшно, что у них атака идет Вот прям конкретно атака Каждый день Каждый день Три-четыре раза Звонят Всевозможными Девушки, парни С хорошими поставленными голосами Такие как будто Как Знаете Ну не такие деревенщины Как я, естественно Ладно, так что Будьте бдительны Никому ничего не доверяйте Никакие Сделки Единственный номер Сбербанка Везде Говорят Это 9-0-0 900 Это единственный номер Так, я ему говорю Эту мученую Я говорю Вообще-то Сбербанк Это 900 А он мне говорит Ну вообще-то это Типа робот отвечает А мы Типа сотрудники Да-да-да-да-да Вот так вот Ладно, все Мы пошли в баньку И будем уже все Дариночка У Дарина карты еще нету Хорошо Хорошо, да, Дарина Хотя надо завести Осенью заведем Ладно, всем пока Всем удачи Не верьте мошенникам Вообще берегите себя, конечно Берегите Во всех смыслах Да-да-да До свидания